Здарова, подписаны! Смотрим сегодня вместе с вами новый ролик с Звездного Капитана. Почему не победить Винни-Пуха из фильма Винни-Пух? Кровь и мёд. Мы этот шедевр посмотрели на Бусте. Специально для этого ролика. Специально подготовили, чтобы точно знать, можно ли его победить, либо нет. Я думаю, что можно. У нас уже есть несколько вариантов. Погнали смотреть. Привет, друзья! В данном видео вас ожидает ваша любимая рубрика «Почему нельзя победить?». Сегодня я займусь разбором говногениальных советов, как победить к фильму Винни-Пух. Не, но тут дело в том, что именно с советой он будет разбираться. Конкретно с советой, понимаешь? Профи-мёд. Просьб разобрать советы к этому кино было настолько много, что я просто больше не могу их игнорировать. Давай, леща. Леща! Что присаживайтесь, удобнее. Сегодня вы узнаете, почему нельзя победить Винни-Пуха и его друзей. Только напомню, что я всегда исхожу из здравого смысла и логики. Как вы понимаете, далеко не во всех фильмах о монстрах. А, знаешь, что за ними летали? Я поняла. Это пчёлы. Это не мухи, это пчёлы были. Они так сделаны были, как будто это бабочки. Как будто воняет, знаешь, типа. Ну да, он такой, типа, такой ходит, вонючий, там, они же не моются, наверное, особо. Тем более, в советах, как победить, есть и то, и другое. Сценаристы иногда, ну, прям такие бездельные. В комментариях к прошлому, почему нельзя победить, вы устроили настоящий бунт. Мол, почему советы были взяты не у Синема Саммери, он же самый забавный. Давайте сразу расставим все точки над И. Я к...ром командую. А, это не отсюда. Я тут главный, только я решаю, чьи советы, как победить, я буду разбирать. Вот так вот. И сегодня я решил взять советы у Синема Саммери. Да? Потому что, как бы, да. Потому что, ну, вы сказали. Нет, это он сам решил. Да ты имбецил. Да, и прошу прощения за мой хриплый гнусавый голос. Я, как обычно, заболел. Кстати, это мы тоже все смотрели. Это же все очень страшное кино. Тоже на Бусте. Кстати, это все очень страшное кино, посреди с этим шедевром. Это просто... Ну, там хотя бы это все высмеивается. Да. А в этом фильме оно не высмеивается, но выглядит так же. Да, серьезно. Практически. Причем, снято в 2023 году. Минутку, знаешь. Понимаешь, и там еще 1995, да? Я бы сейчас сказал. Да, ладно. Простительно. Также в этом видео я не буду рассказывать подробно о способностях и слабостях гибридов. Хочу сделать на эту тему отдельный выпуск. Более того, как только сегодняшний ролик наберет 30 тысяч лайков, я сразу же выпущу, почему нельзя победить по фильму Кровь и Мед 2. Вообще, вторая часть будет. Видишь, тоже другие. Ну, вторую часть я не осилю. Вторая ролика будет стандартная. Написали в комментариях, что она лучше, между прочим, чем первая. Но уже после первой идет не хочется вообще. Сказываю порцию сюжета, затем советы, как победить, и их анализ. Итак, юный пиздюк Кристофер Робин встречает в Стоакровом лесу каких-то странных гибридов, людей и животных. Он таскает им еду несколько лет. Затем Кристофер уезжает, а гибриды остаются одни. Они с голода сжирают ослика и а. Жестко дичают и решают отомстить Кристоферу Робину в частности. И всем людям в целом. Последний пункт они исправно выполняют несколько лет. Сразу вопрос, куда делись остальные гибриды? Почему в фильме только Винни-Пуха? Подожди, это спойлер, ты чё? Спойлер, в фильме их не будет. ...оббитыми на всю голову людоедами. Кристофер возвращается в лес через пять лет уже с женой. Находит место, где он в юности играл с гибридами. Но оно сильно отличается от его воспоминаний. Оно изменилось? Не может быть. Я помню его другим. Пара заходит в дом и слышит шаги. Они прячутся и дожидаются ночи, чтобы свалить. Однако на улице на жену Кристофера нападает пятак и ломает ей шею. Самого Кристофера ловит Винни-Пух. Время пришло, в гости отправятся. Какие советы по победе над гибридами по указанному фрагменту нам дают? Синема Савар говорит, что гибриды сами во всём виноваты. Типа, Кристофер нашёл гибридов, когда они были подростками. Значит, они должны были как-то о себе сами заботиться до встречи с ним. А раз они прожили каким-то образом до знакомства с мальчиком, значит, у них были знания о том, как добывать еду и выживать. Нет, так у них знания были. Они просто стали нахлебниками. Дальше как-то живут же, да? Нет. Просто они озлобились, что он ушёл, наверное. Нет, они типа озлобились, что он бросил, они из этого голодали. Но мне кажется, знаешь... Но потом же они приспособились. Ну, начали... Ну, какой же пузо-то отожжал себе. Ну, он начал людей жрать. Нет, тут просто дело в том, что у них случилось такое понятие, как выучена беспомощность. То есть, до этого они там... Ты знаешь, когда ты вроде всё умеешь... Да, и кормишь его, поешь. Ему так кайфово. Он же не хочет, знаешь, на улицу вылетать и жить спокойно. Да, адаптироваться, еду искать. И потом он поэтому такой... Ой, а где еда? А я не знаю. Ну, это у них так и произошло. То есть, наш голубь тоже озлобится, что мы его бросили, тоже будет убивать. Потом с ножом-то говорили, убивать людей, убивать, убивать. Он найден труп в городе Могилёве. Да. Значит, второе труп, жестоко убийство голубя. Жестоко убийство. Выколоты глаза. Мы будем как Кристофер чисто. Почему же они не смогли этого сделать, когда Кристофер уехал в колледж? Ответ на этот вопрос нам даётся в самом начале фильма. Когда Кристофер познакомился с гибридами, он стал каждый день на протяжении многих лет таскать им еду. Да, это была ошибка. Надо было не кормить их. Надо было им показывать, как еду добывать. Да. Хотя... Видишь, там путник идёт такой. Вот видите? Вот путник. Надо его раздрать. И сожрать. Поняли? Полностью от него зависимы. Они понимали. И когда паренёк уехал в колледж, гибриды попросту не поняли, что им нужно делать и как добывать еду. Они привыкли, что еда каждый день появляется сама по себе. Ну, я же говорю, в очном с помощью. Пускайте саму бранку ставить ему. Ага. Плюс почти сразу же после этого, через пару месяцев, как Кристофер свалил. Наступила суровая зима, и как сказали в фильме... Ночи были смертельно холодными. Земля бесплодной. Нигде не было никакой еды. Гибриды съели ослика и а, и пошло-поехало. Этого следовало ожидать. Синема Саммери не унимается, как обычно. Он говорит, что Кристофер Робин должен был оставить гибридом огромный запас еды. У меня вопрос. Тихали. Откуда у Кристофера, которому на момент поступления в колледж было 18 лет? Я вообще удивлен, как он до этого их кормил так. До 17-летия. Знаешь, упитанные животные, огромные такие, знаешь. Он должен был до хрена жрачки им тягать. Сколько ты там тягал? Откуда ты только еды имел? Тебе там мама не спрашивала? Вот ты ничего, все это. Ну, он же на карманной покупал. Или деньги на покупку этой еды? Герой даже не мог бы взять деньги у родителей. Ведь если он уезжал учиться на 5 лет, то мне сложно представить, сколько бабла пришлось бы потратить для закупки непортящегося продовольствия на эти 5 лет. Давайте просто посчитаем. Например, возьмем одну банку тушеной индейки. Говядина дороже получится. Итак, одна банка минимум где-то 150 рублей. На пятерых гибридов... А почему считаете в российских сценах? А он что, в России что ли живет? Ну, во-первых. А где еще Винни-Пух? Он же российский персонаж. Во-вторых, непонятно, что они ели. И, допустим, там был персонаж, заявлен, сова. Странно. Хотя сова... Нет, сова хищная птица, наверное, она будет есть индейку. А овост только травоядный? Овост только сожрали. А, ну и пока не сожрали, кстати, да, травоядный. То есть, по логике, для каждого гибрида должна была быть, наверное, адаптирована еда. То есть, если ты травоядный, значит, какие-то должны были фрукты, там быть, овощи, типа, они вообще скоропортящиеся под такой логике, ну, кроме, не знаю, картохи какой-нибудь. Непонятно просто, что они ели, в принципе. Это что, короче, мясо я не должен есть. Не, ну там показали... Не, ну свиньи могут, наверное. Там показали то, что нарисованы были овощи, фрукты, пироги какие-то, жрали сэндвичи, и они, ну... В день это 750 рублей. В месяц уже 22500 рублей. Серьёзно считает. А на пять лет это 1 миллион 350 тысяч рублей. Так и представляю, как Ристофер Робин говорит. Мам, дай полтора ляма на продукты для мутантов из леса. А может, пошёл ты? Тут тебя не в колледж отправят, а в психушку. Плюс, не забудем, что одной банки консервов в день довольно мало для нормального жизнеподдержания. Нужны ещё, как минимум, овощи и фрукты. Да и каждый гибрид, судя по фильму, питался определённым видом продуктов. Это потом они станут людей жрать. А до отъезда Кристофера тот же Винни-Пух питался мёдом и фруктами. Ты самый лучший медведь на свете. Затем Cinema Summer предлагают научить гибридов возделывать грядки для выращивания урожая. В этом, вроде, неплохом плане есть слишком много минусов. Во-первых, период выращивания урожая ограничен концом весны и целым летом. Всё, что вы будете выращивать, вы будете есть почти сразу же. И больших запасов... Морковку можно и какую-нибудь там картоху отложить, овощи такие же, свёклу, что там ещё можно выращивать. Ну, такое, нескоропортящиеся. Типа не только огурцы, помидоры, клубни какие-нибудь. Клубни же долго хранятся. Тем более зима, у них там будет холодно, огонь их нужно научить разводить. Они как будто умели. Они же сами всему научились. Может, они поспособились потом? Так посмотри. Мне кажется, что... У них же там костёр горел. Они просто озлобились, что он бросил их. Ну, типа, не то, чтобы они такие... Ну, и бросил. Пришлось всему научиться, но... Путём сожревания ослика и а. Как бы ещё плюс это сыграло роль. Может попросту не получиться. Особенно учитывая, что существ пять. Во-вторых, собранные овощи и фрукты долго не хранятся. А морозилки у гибридов не было. Так зима была холодная. Они научились использовать забранные вещи у съеденных им людей в своих целях. А на момент отъезда Кристофера и Робина они ничем подобным пользоваться не умели. Можно было бы соорудить пуголь. Да, но как они до этого выжили? Продукты в нём не будут долго храниться. Помидоры и огурцы даже в холодильнике хранятся всего 15-20 дней. А картоху и морковку? Нормально. Исключением может быть картофель. Ну и он со временем портится. Плюс на одном картофеле... Да, если бы хватит. При его употреблении организм в конечном итоге столкнётся с дефицитом минералов и витаминов. Чтобы получить по суточному кальция, взрослый человек должен съесть 84 картофелины. Большое употребление картофеля также вызывает скачок уровня сахара в крови, что создаёт нагрузку на инсулиновую систему. Ну блин, ну они вообще типа как бы не совсем люди. Они же типа как гибриды. У них же может там как непонятная общеварительная система как у кого-то, у людей или как у животных. Непонятно как они. То есть тут же много очень условностей. А это приводит к диабету и ожирению. Мы практически голодаем. Мы сейчас серьёзно говорим про ожирение у гибрида? Ну знаете, Винни-Пуха, судя по пузику, что-то у него там уже началось. Он видимо мяско так хорошо лопал, что у него такой пузан вырос там нормально такой, пухленький товарищ. Голодайте. В-третьих, для возделывания урожая нужны большие поля, хорошо освещенные солнцем. А в лесу с этим будут проблемы. А если гибриды в подростковом возрасте попытались бы устроить поля на окраине леса, то их бы могли вычислить. Тогда их бы либо просто перебили, либо забрали бы в секреты. Я, честно говоря, просто не понимаю, откуда они в принципе взялись в подростковом возрасте. Это какие-то мутированные люди или кто? Или у них были бы такие же гибриды родители тогда, где их родители? Как они реально дожили до подросткового возраста? То есть наоборот, как раз таки, в взрослом возрасте выживать легче, чем детёнкам. Они что-то были как детята. Я не поняла, что это за хрень. Нет, они типа такие на самом деле, это не маска. Потому что они больше на людей похожи. У них такие тело такое, значит, руки. Ну это потому, что их так в фильме показали. А по факту они типа такие. Полулошадь-полушадь. Лично я предложил бы Кристоферу обучить гибридов разведению кур. Одна несушка стоит порядка 500-700 рублей. Куры едят траву и насекомых. Быстро плодятся, дают много яиц. И их самих можно есть. А зимой как? Хотя вот тут всё упирается в диету этих существ. Ведь в самом начале было показано, что они ели только овощи, фрукты, сливы и хлеб. Но они вообще мясо не ели. А на мясо переключились уже после зажустривания ослика и а. Но яйца они точно смогли бы кушать. Плюс Кристофер мог бы продать, например, свой велик или ещё что-то ценное. И купить Винни и его друзьям козу. Через интернет одну козу можно купить за 5000 рублей. А на ферме ещё дешевле. Это бы позволило получать молоко. В рублях. Ну тоже опять-таки это говорится молоко, как будто это легко. У меня не было же таких животных. Но я так понимаю, чтобы коза тебе давала молоко, у козы должно быть хорошее питание. Если ты на зиму нихрена не заготовила ей нормально сена никакого, опять-таки сена... Трава, без запастись. А что в лесу вообще-то, да? Где пастись в лесу? Трава нету, да. Пастбище должно быть какое-то. Там какие-то кусти, я внюстики, не факт, что получится. То есть, как раз-таки она бы сдохла бы у вас зимой первая. Вы бы её съели, потом бы всё равно голодали бы, сидели. И по сути, как вы её ели бы? Я бы съел своего сородича, получается? Ну да. Ну, типа, хотя бы не я. Ну, они ж не... В итоге я и съели. Не, ну, они ж потом съели в итоге я. Как люди? Ну, и у вас открывается чёрстя, что позволит выжить зимой. Блин, ну смотри, мы почему-то сейчас говорим не о выживании людей от этих маньялочных животных, а о выживании этих животных. Ха-ха, чё? Дальше Cinema Summer выдаёт полную чушь. Он предлагает Кристоферу оставить гибридом пальто и шляпу, чтобы они ходили в город за покупками. Чтобы не материться, я не буду комментировать этот совет. Говорить всё, что хочется. Да заткнись ты на коне. После начинается что-то странное. Когда Кристофер с женой Мэри спрятались в доме гибридов, Самари советуют героям не нападать на монстров, а прятаться. Я, может быть, в глаза... А, конечно, они поделали. Наша пара вроде так и поступила. Можно спрятаться. Скорее прячься. Скорее. Идём дальше. Когда пятак накинул цепь на шею жены Кристофера, Самари советует 40-килограммовой женщине броситься всем её мощным телом назад и опрокинуть жирную тушу свином. А я советую в данном моменте... Знаете, как там выглядело? Короче, стоит она, пятак, её типа душит. А её муж... Не надо. Нет, он даже не трогал его. Он просто стоит такой подальше. Пятак, хватит. Перестань, пожалуйста. Пятак, ты убивай меня. Пятак, ты убил её, Пятак. Зачем ты убил её, Пятак? Какой ты плохой, Пятак? Я любила тебя, Пятак. Пятак, ты убежал, убегаю, Пятака. Нет, Пятак, нет. Пятак, это Питана, Пятак. А слабо было не стоять и не кричать. Пятак, пятак, пятак. А то упадут чем-нибудь Пятака. Ну, ёпсить. Которого явно превышает 120 килограммов. Чувствую, результат будет впечатляющий. Но дальше ещё круче. Вот, вот, вот он стоит, кричит. Пятак накинул цепь и начал её душить. У девушки мало того, что жёсткая асфиксия, так уже и кровь. Нет, вот он коснулся. Саммери говорит, что вы... Нет, он коснулся, тут его типа отпихнул, и он такой, ну всё, ладно, раз меня отпихнули, я больше трогать его не буду. Не надо. Ну, типа глупенькая. Надо было всего лишь развернуться и вырвать пятак у уши, а потом проткнуть пальцами глаза. Рэмбо. То, что вы только что сказали. Либо... Одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Не порвать цепь. Каждый в этой литву. Да, наш кунфу. Отупел. Знаете, мне совет про грядки чуть ранее даже понравился. А потом я слышу вот такие вот предложения про глаза и уши. И мне хочется найти Саммери и просто его задушить. Приятно, да? Нет. Не душите детей. Ну и возвращаясь к моменту, почему девушка не смогла вырваться из схватки пятака. Даже взрослому мужчине это было бы очень сложно сделать, учитывая тот малюсенький факт, что наш гибрид физически в 2-3 раза сильнее любого человека. На этом гениальные советы не заканчивают. Ну, не знаю, не знаю. Он девка его кувалда очень неплохо так и приходовала потом. Не, он-то сильнее, но по морде может получить тоже хорошо. Так они там все получали по морде нормально. Хотя бы оглушить на небольшое время можно. Ну, там в фильме так было, они оглушали их. Когда Винни и Свинни загнали Кристофера в туннеле Скоряк, заблокировав своими тушами единственные выходы, Cinema Summer предлагает тощему герою кинуться на гибридов и в легкую забить их в рукопашную. В голове моей обилки, да, да, да. То есть дрыщавый Кристофер должен был своими кулачками загасить... Нет, знаете, какой-то нам надо был совет. Там просто, на самом деле, надо было просто ходить быстрее. Да, просто бежать быстрее. Они бы не догнали вас. Потому что они вот так ходят. Они вообще весь фильм вот так вот ходят. Они что, могут постоять, такие, ободумать, что-то там, пооборачиваться. И вот с такой вот скоростью примерно ходят. Просто ходить быстрее. Который мало того, что больше него в два раза, так ещё и сильнее. Тот же Винни-Пух в этом фильме неуязвим к физическому воздействию и обладает сверхъестественными силами. Нет! Почему бы хотя бы не предложить Кристоферу, раз уж он такой субтильный, пролезть между корягами? Расстояния там вполне хватит, чтобы он мог протиснуть своё тело. А вы... Так ты знаешь, в этом мультике, когда такие решётки широкие? И ты такой, нет, нет, выпустите меня, не могу вылезти. Гибриды тут пролезть уже не смогут. Но Саммери предлагает броситься на гибридов и сдохнуть. Проклятые твари! Он говорит, цитирую, «Лучше так, чем подвергаться пыткам потом». Хорошие советы, как победить. Это программа «Сдохни или умри!» Мария с подружками отправляется в загородный дом отдохнуть. Их подруга Тина отстала и заблудилась. Её ловит Винни и превращает в аджику при помощи измельчителя. Саммери предлагает Тинни, когда-то оказалась на каком-то заброшенном складе, найти гаечный ключ и отдубасить им Винни. Я честно не понимаю, почему у нашего как победителя такая зацикленность на попытках убить неубиваемых существ. Дальше по сюжету будет момент, когда четыре взрослых мужика били Винни-Пуха битой монтировкой, кувалдой и бутылкой. Гибриды были совершенно пухер на это. Да не так били, что смешно. Одиннадцатые советы по победе... Ой, не получилось, больше не буду, значит, бить. Кстати, а по сути никто даже у них ни разу с пистолета не стрелял. Да, хотя была волына нормальная. Ну она одиннадцатый воздух. Там баба дорогая тётка. Да, вообще. А потом у неё всё, осечка. А вот Николаса Кейджа позвать, вот. Если перед нами миниатюрная девушка, то логично, что ей нужно предлагать прятаться или убегать. Я притворюсь, будто я маленькая тучка. Тогда они не догадаются. За мудохой двухметрового монстра Мишка у неё не получится при всём желании. Дальше Самарик говорит, что как только Тина увидела Винни-Пуха, она должна была сразу позвонить в полицию. Если так свисте губы, герою кажется круче. Как это спасёт нашу жизнь в данной ситуации, не совсем понятно. Нет, мне, кстати, нравится, там, если посмотреть фильм, ну ладно, мы уже поспойлерим, но ничего, вы уже поняли, что там приорителю представляют. Нет, раз вы смотришь разбор, значит уже смотрел. Да, наверное. За весь фильм они ни разу никто в полицию не позвонил. Да. В самом начале, то, что нужно было сделать, вы не сделали. Нет, они сказали, они даже сказали, да, она позвонит в полицию. Они в итоге так и не позвонили. Никто не позвонил, да. Они просто такие, о боже, нет, её убивают, нет, давай посмотрим дальше. О да, её убивают, ой, как плохо. Предухватило ровно полторы минуты, чтобы превратить Тинку в фарш. Полиция чисто физически не успела бы приехать за такое время. А Винни бы уже сто раз скрылся. Плюс не забываем, что это какая-то глухомань. Ждать копов пришлось бы пару часов или больше. Тем временем Винни всячески пытает Кристофера Робина. Ну это про эту Тину понятно, я имею в виду, там потом девки ходили по дому, он их там потихоньку убивал всех. Я как раз за то время, думаю, полиция бы уже как-нибудь бы доехала бы, наверное. Хоть кто-то бы один бы остался бы, наверное, живой. Тем более, что они российские копы. Чего? Ну это ж не российские копы, потому что не в России события происходят, а российские долго приезжают. Там тоже, может, долго, там же глушь. Пару часов бы ехали, может быть, тоже, на самом деле. Ну не знаю, когда мы смотрим полисмены, там очень быстро приезжают. Ну так это ж в полисмене. А тут в фильмах же они, как обычно, приезжают, самые плиты, когда там почти героя убили. Ну хотя бы, хоть приехали бы. И там Мишка бы их всех сожрал. В конце хотя бы Мишку ликвидировали. Возможно. Чтобы сломать то, к чему привязаны руки героя. Совет совсем плохой. Во-первых, руки Кристофера намертво привязаны к деревянной балке. Намертво? Балка является частью конструкции дома. Серьезно? Они подбежали, так вот руками сделали. Вот, смотрите, смотрите. Они даже не развязывали. Они такие, ашалай, махалай, помоги, помоги. Ашалай, махалай. Я такая, о, вот и упали. Повесел на этой балке целый день. То есть использовал свой вес, но ей было хоть бы хны. Во-вторых, Горя избит и покалечен. А потому у него просто нет сил на побег, что показано в фильме. Кристофер банально находится в безвыходном положении. Затем Винни и Пятак похищают одну из подружек Марии с джакузи и давят машиной. Самари говорит, что Нечего девушке плескаться в этих ваших джакузях в загородном доме. Это делает вас целью для всяких монстров, которые только и ждут, чтобы напасть. Да-да, в жизни все так и устроено. Мы приезжаем в загородный дом не для того, чтобы развлекаться, а чтобы забиваться в угол и бояться сверхъестественных созданий, которые нас украдут. А связанной девушке наш как победитель предлагает колбаской катиться от машины, чтобы не раздавило. Предлагаю Самари связать себе руки за спиной и подвязать их потом к ногам. И проверить, удобно ли в таком положении будет катиться. Так не получится, там же пятак стоял с кувалдой на ней. А, он держал ее. Он же ее держал, да. Так она бы не укатилась. Может, все-таки... План говно? Да и что мешает пятаку вернуть слегка отползшую жертву на исходную позицию? Ну и самое главное... Как мы вообще будем в состоянии двигать своим телом, если у нас на спине находится нога пятака? Фиксируйте. Это самое главное, да. Кстати, да. Кстати, видишь, вон, Винни права получил. Ну, может, бесправ, но он водить машину умеет нормально. Да, видишь, говорят, такие животные не умеют ничего. Дальше Винни так начинает преследовать остальных девушек. Свин выпиливает одну, а вторую похищает. Самари предлагает сесть в машину и свалить. Вопрос. В какую машину? Тачка, на которой Винни переехал девушку из джакузи, принадлежала Тине. То есть, Винни приехал на ней. И, следовательно, ключи мог забрать. Что? Принадлежала Тине. Вопрос. В какую машину? Нет, другая машина. Это другая машина. Это маленькая машина. Тачка, на которой Винни переехал девушку из джакузи, принадлежала Тине. То есть, Винни приехал на ней. А это боемые уже, другая. И, следовательно, ключи мог забрать с собой. Так как героини пытались воспользоваться машиной Тине. Это, походу, их машина. Так у них же их машина была, они же на одной какой-то тачке приехали в фильме надо смотреть. Нет, тактина, в принципе, до них не доехала. Ну. В смысле? Тактины, значит, ключей у них не было. А автомобиль, на котором они сами приехали в загородный дом, им пришлось бросить где-то на дороге и долго идти пешком. Какая-то машина была, это не маленькая была машина. А почему они бросили машину и перейти пешком до места? А с чего взял это «Свёздный капитан»? Я не знаю, что он взял. Там было в фильме «Так». Они приехали к дому. А она нашла кого-то мужика, а она говорит «О, у вас тут бензин есть?» Он говорит «Ты чё, видишь, тут колонки какие-то срадут?» Он говорит «Дальше заправка». А она такая «А, спасибо». Ну, т.е. я так поняла, они просто заправились дальше, доехали, машину припарковали и пошли пешком с чемоданами до дома. Нет, уже какая-то додумка. И давил он не на этой машине совершенно, не на маленькой. Нет, не на маленькой. На их машине, походу, давил. Нет, так у них вообще был жук какой-то. Нет, жук это был у этой, которой убили со вначале. Нет, у меня была просто обычная машинка, а то у этих был не жук. Вот она едет. Это они на это приехали. Нет, вот она едет. Вот она едет. Ну, это маленькая машинка. Это что, Тины этой? Ну, вот она. Это Тинина машина? Да. А у них какая машина? Двухместная. Нет, это их машина. А у них другая была. Какая вот такая была? Нет. Это их была. Что сказано в фильме? Поэтому вариант стран. У них вот эта, походу, была. Нет. Дальше Самари предлагает свою любимую тактику. Ну, типа, странно тогда. Да, они говорят, ноги гудят и бросили машину, ну, типа, капитан показывает, что они шли пешком. Так там же же они сказали в фильме, что они до следующей заправки поехали. Ну. Так а как тогда? Получается, это киноляп. Ладно. Бля, тут все в киноляпах. Пожертвуй другом. Он советует пустить в расход всех своих друзей. Просто так. Странный совет, учитывая, что девушки в фильме как раз-таки смогли выжить дольше обычного, держась вместе и помогая друг другу. Когда пятак полез... Ну, как держать вместе? Да, они только просто держались вместе. Вот так. Держимся вместе. Мы выжимем, мы выжимем, да, да, да. Смотри, Виня ходит, у тебя есть пистолет, стрельли в голову. Ой, нет, подожди. Мы здесь. Нет, подожди, я не могу стрельнуть, я буду смотреть. Вылезти из бассейна и бросить в воду какой-нибудь электронный прибор, подключенный к сети, чтобы поджарить свинину. Вылезти из бассейна, идея-то может и хорошая, только вот беда. Блин, вот это так эпично выглядело. Это было жесть. Она просто в бассейне, в котором, ну, она может... А нет, я не могу вылезти. И свинь что делает? Просто цепью по воде плюхать. А потом медленно просто заходит, к ней идет медленно. И супер медленно идет, а она не может с него пить. О, боже, о, боже. Я в нинит юношской жидкости, я не могу двигаться. Он настолько медленно шел, это какой-то тресс вообще. Пита гнал девушку в определенную сторону, в которой не было дверей. Гнал. Гнал. Расстояние по бокам было настолько небольшим, что гибрид мог бы с легкостью достать свою жертву длинной кувалдой, но и не учитывая... Он даже мог в бассейн не запускаться, потом ты и делала длинной кувалдой мог. Она стояла там, вообще не двигалась в том бассейне. Мог сверху просто тюкнуть по лоткову, все. Она не вылезла из бассейна и привлекала к себе пятака, чтобы увезти его от своей оглушенной подруги, с которой у ней были определенные глубокие взаимоотношения. А мне показалось, она не вылезла не потому, что хотела отвлечь от своей подруги, а потому, что просто она тупица. Да. И все. А в чем была проблема? Вылезти из бассейна и просто убегать от него и таким образом заманить. Нахрена была в воде все это время находиться? Охрененное отвлечение. А по поводу электронного прибора, подключенного к сети, совет был бы хорошим, если бы Винни и Пятачок полностью не обесточили бы дом, прежде чем в него проникнуть. Да, там Пятачок просто перестал педали крутить. Винни и Пятак забирает девушку без сознания и уходит в свое логово. Мария находит у себя в комнате револьвера и идет спасать похищенную воду. Находит случайный такой... Нет, мне раз... Она вот с собой? Она взяла с собой? Нет, она говорит такая, у меня наверху есть револьвер, у меня, Николай, она говорит, пистолет. Потом пошла искать его, такая, блядь, пистолет. О, я его нашла. А, вот, нашла его. Я думаю, ты сумки разложила пару часов назад. Как ты не можешь... Его такую волыну с собой таскала, прикинь, таскать. Я на самом деле, где она находится. Самари предлагает догнать гибридов и пристретить его даже не смущает болтающаяся на плече у Винни похищенная девушка. Как победитель лишь говорит, что если мы попадем... До этого, до кого когда болталась, у нее бил пистолет в руках, а Винни сходил внизу. Он даже не ходил. Он стоял спиной просто. Он просто встал и такой... Самый пол стрельнуть в голову сразу же. Нет, знаешь, что они делали? Мы боимся, мы боимся. Ой, пошел, пошел, пошел. Ну все, уходим. Ну. А не потом уже, по следствии, конечно, уже повесили уже. Пойдем в нее, то она не будет мучиться. Ну, совет, конечно. По этому утверждению. А какого хрена? А с чего с Cinema Summer решил, что если мы промажем и попадем не в гибридов, а в подругу, то это будет для нее быстрая смерть. А если мы попадем в ногу, живот или плечо? Думаю, девушка не только останется в живых, так еще и будет больше мучиться. А самая главная проблема с револьвером вскроется дальше по сюжету. В барабане, кажется, всего один патрон. Ну, это база. Да, это вообще база. Почему не стреляет? Эксперимент. А почему она спрашивает, почему не стреляет? Это же ее револьвер. А почему не стреляет? Блин, а я думала, купила, он сразу должен работать, а он не работает. А там всего лишь одна пулька была, блин. Не работает. Ты одноразовый? Нет, слушай, я бы поняла, если бы они там просто, знаешь... Блин, сэкономила. Нет, нет, я расскажу, почему можно было это все оправдать легко. Можно было просто сказать, что они начали ползать по ящикам в поисках чего-нибудь и случайно нашли пистолет. Ну, допустим, арендодатель такой тупой, что он забыл какую-то волыну. Но тут было показано, что это ее, блин, пистолет или что это? Револьвер. И она с собой его привезла. И ты не знаешь, как он тебе заряжен. Ты вообще ничего... Ты даже не помнишь, где ты его положила. Что за бреда? Маленький бистик такой, значит, одноразовый, реально такой, для самозащиты. Такой пиу-пиу, пукалка такая, да. А тут реально... О, такая волына, знаешь, такая, как будто она... Какая чистая зёбра, вот это вот сейчас будет трестировать. Такая, ковбой такая, вот такая. Причём с одним патроном. Которая она сама туда как бы... Неудачная. Но она знать должна была. Маловата для уничтожения двух гибридов. Один из которых, Винни-Пух, вообще неубиваемый. А тем временем Мария и ещё одна девушка освобождают свою подругу. Затем умудряются спасти... О, умудряются. Действительно умудряются. Нет, пленицу они не спасали, ребята. Там не так было. Короче, тётка привязана. Они такие подходят. Боже, кто с тобой сделал? Кто с тобой? Это сделал Винни-Пух. Капец, вот они, конечно, жёсткие. И она всё дальше висит, висит. Я думаю, а кто ещё мог с ней это сделать? Мы в логове маньяков. Они за вами бегают. Вот чё происходит? Одна из подруг убегает от Винни-Пуха, а оставшаяся девушка вырубает пятака и добивает его кувалдой. Мешок а сильный. То есть, за небольшой сюжетный отрезок персонажи фильма умудрились сделать больше полезного, чем Cinema Summer за все свои ролики. Кстати, сам как победитель... Нет, только видишь, всё-таки они неуязвимые. То есть, вот, показано, что... Винни-Пух более крепкий, а пятак более уязвимый получается, там так по сюжету. Ну, они примерно комплекции одинаковые. Нет, но пятак типа слабее. Просто Винни-Пуху по голове кувалдой не били. Нет, мне просто, знаешь, что нравится в этом фильме? Как пятак носит кувалду. Подожди. Вот так вот, еле не может подняться. Она такая... Девушка 50 килограмм. На, получи, блядь. Ну ладно, адреналин, адреналин. Что в мощной части никаких советов не даёт, а только лишь предлагает всех бросить или подставить в лапы гибридов, чтобы самому сбежать. А я напомню, что его ролик называется «Как победить Винни-Пуха». Я говорю, быстро ходить. Но адреналин, реальность в данном случае не совместим. О, сегодня побежал, наконец-то. Идем дальше. Винни-Пух возвращается в логово и выпиливает девушку, убившую пятака. А как он хлистал, пацана, волосами? А-а-а. По спине. Там хлистал, как будто там, ну, с саблей просто вылезал. Металлическая, металлическая какой-то вот такой вот кабель прут, понимаешь? Это просто были волосы. Просто волосы в пучок связанные. Затем он продолжает преследовать оставшихся девушек. Они в какой-то момент встречаются... Не, ну подожди, это фильм «Как победить, судя по советам из этого фильма». Это же не фильм «Киноляп», потому что весь этот фильм это один сплошной киноляп, понимаешь? Ну, такое максимальное противоречие логике. Тех деревенщин, которые вооружаются и нападают им дежонка. Но в итоге Винни сажает их всех на банку с медом. Затем он выпиливает подругу Марии и пытается заняться главной героиней, но его плющат машины Кристофер Робин. Стопни! Винни-Пух выживает и добивает девушку. Конец фильма. Какие же советы нам дают по финальной части? Ну, Cinema Summer говорит, что ему начал нравиться этот Винни-Пух. И он даже не против встать на его сторону. Чего, блядь? Ну, я, наверное, знаю про что он, потому что персонажи главные были такие тупорылые, наверное, он поэтому так и сказал. Я думаю, только поэтому. Не, на самом деле там все гениально себя ведут. Я даже там сидела и думала, блин, заковывались в этом фильме. Винни-Пух кожаный. Почему у него нет шерсти какой-то такой, легенький такой хотя бы. Так у него даже, смотри, он всем кеш, сделал татуаж бровей. Ну, его брови нарисованы. Видишь, как красавица. Татуаж, как реально, глянь. Такой, хочу себе красивые бровы. Ну, татуировали. Сложить его нельзя. Ну и все. Да. Что мы имеем по итогу? За весь ролик, как победитель не дал ни одного рабочего совета по победе над гибридами. Печалька. В общем, пошел я дописывать сценарий к новому ролику. Выйдет в течение недели. А пока подписывайтесь на мой бусте. Там... Мы, короче, на бусте, напоминаю. Посмотрели этот фильм. Ну, мы сразу говорю, что... Мы сразу все минусы нашли. Сразу. Не все. Как победить, мы сразу там разоблачили. Да. Сразу по ходу дела говорили, как его разоблачать. Как его побеждать. Как их там побеждать. Как там правильно действовать. Все эти все... Зачем ты так ходишь? Мы же диванные эксперты. Да. Вы же понимаете. Это же типичная ситуация, естественно, с диванными экспертом. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Мара? Мара.